И всем привет ребят, с вами Мастер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас первый день Хэллоуина в игре, сегодня у нас пятница, и сегодня мы уже выходим в новый баланс нашего вооружения и рассмотрим одну из интересных комбинаций. Также поговорим о том, что у нас овердрайвы теперь копятся дольше, я не говорю про пассивный набор овердрайва, а про активный, про убийство оппонента по набору стало примерно в два раза хуже, плюс набор с доставленных флагов, захватов точек, захватов точек в осаде и доставок мячей стал меньше. То есть, есть определенного рода фикс, с одной стороны овердрайв будет копиться медленнее, и это будет чувствовать те игроки, которые играют на киллы, на доставки, да, ну а те ребята, которые, например, не могли давать, да, большого количества киллов, там, особо там не доставляли, то у них, в принципе, наверное, особо сильно ничего не поменяется. Но, все это дело мы вместе с вами сейчас протестируем, проконтролируем, ну и понятное дело, что мы протестируем бландербаса, тот самый молот, который у нас также подвергся изменениям в лучшую сторону, хоть и молота перезарядка самой кассеты стала на полсекунды дольше, но зато с устройством бландербаса теперь у нас 50% шанс критического урона после выстрела с критом, и это то же самое, что у нас есть на рельсе. И это отличная возможность попробовать сделать большое количество киллов, и если у нас сейчас это все дело получится, то будет очень и очень круто. Поэтому, сыграем сегодня пару боев, сыграем, я думаю, что стандартные, наверное, режимчики для молота, цпшечку сыграем, сыграем регби, да, можем даже его сыграть, есть у нас изменения, а можем даже и какой-нибудь, нет, ну ладно, штурмчик не будем, есть у нас, конечно, изменения там по общему количеству, например, киллов в ТДМке, в штурме, да, и было бы неплохо, наверное, показать и эти режимы, да, и сыграть на них, но на них довольно большое количество будет резистов от молота, и, наверное, я не смогу показать истинную силу, да, хотя, ну, просто там акцент уже сделан, игроки больше на резисты от этой пушки. Здесь же, в этих режимах, может быть, будет чуть-чуть попроще, и получится чуть больше раскрыть и вооружение, и саму пушку. Поэтому идея какая-то такая. 40% овердрайва, как-то даже быстро, ну, в принципе, да, пассивный набор овердрайва такой же и сохранился, неудивительно, но, что касаемо, например, киллов, да, если раньше у нас было 10 очков за уничтожение, да, сейчас же это количество не 10, а 5-6, да, я особо там сильно не смотрел, сейчас посмотрю, да, 6. Ну, почти, почти в половину хуже, почти в половину хуже, но, как вы понимаете, там, ну, наверное, там, на секунд 10-15 это будет как-то там влиять, но это не так уж и много, не так уж и много, я бы сказал. Главное, чтобы критов было побольше, тогда будет все у нас очень даже хорошечно. Так, было бы неплохо сейчас бы дождаться овердрайва, прожать его и постараться уже непосредственно, блин, не уничтожили, запушить, да, будем сейчас тут, наверное, очень плотно играть, у нас не совсем жесткая команда, и по ощущениям мы уже, ну, не так хорошо идем по этой каточке, ну, возможно, сейчас в лучшую сторону у нас что-то поменяется, Мамонта ваншотнули очень хорошо, лучше, наверное, сыграть под центральную линию, что здесь там шафт в простреле стоит, и будет меня, скорее всего, уничтожать, если я буду открываться под левую зону, поэтому лучше, наверное, здесь центр запушить, а потом от центрика можно, наверное, даже и попробовать навалить на вражеский респ, если получится, то будет вообще супер. Давайте попытаемся все это дело сделать. Так, накидочку, еще надо накидочку. Блин, не попал хороший выстрел, надо добавить, хорошо, крит залетел по типу, у которого 0 хп, ну, ладно, ничего страшного. И также, друзья, не забывайте, что критический урон не чувствует резист, единственное, что контрит, это, а даже здесь, да, видите, какое большое количество резистов от молота, все на молоту пересели, и поняли, что молот стал у нас очень металый, так что я даже мог и тдм купить. Тогда мы, наверное, даже вторую катку тдм сыграем, я просто думал, что только в тдм-ке большее количество резистов от этой замечательной пушки. Но вы всегда знаете, что страйкер с дистанционочкой, он же всегда здесь, он всегда жив, он всегда готов врываться в контент. Вот, и с ним можно все так же эффективно и большое количество киллов давать. Так, ладно, давайте едем сейчас через лево, 95% овердрайва у меня уже есть, все уже овердрайв появится, было бы неплохо. Вот так вот, ай, хотел сказать, суетнуть, и ничего я не суетнул. Так, ну хоть один килл сделал, и то неплохо. Пробуем сейчас сливать, контролировать здесь центральную точечку. Ваншоты по любым, любым легким корпусам, это тоже огромнейший плюс. Только вот, если честно, что я вот заметил, криты с такой же большой вероятностью на Блондербасе не летят почему-то. Вот лично у меня, как они летели на рельсе, да, и как они летят на рельсе. Я их в таком большом количестве не видел. Ну, может быть, может быть придет еще. Может быть все это дело еще придет. Вот, поэтому пробуем пока что контролейшн коммуникейшн оформлять. Если сейчас у нас контроль будет на карте хороший, то может что-то, что-то и пойдет. У меня тут ваншот. Видите, у противника летят криты, у меня нет. Не везет, получается. Получается, не везет. Так, ну и наша задача, конечно же, выиграть катку. Я так понимаю, что здесь досрочки у нас никакой не будет. Будет плотная катка до конца. Да, можно даже такие выстрелы давать, чтобы там крит следующий вылетал. Да, вот сейчас, например, крит должен быть. А, нет, следующий. Здесь один выстрел. Крит, хорошо. Сюда. Такой можно давать выстрел, хороший тоже. Туда добавки 2400. Кстати, я только не понял, почему я там этого харька не ваншотнул. По идее, наверное, я его должен был шотать. Или у него... Не, у них нету. У них нету этого замечательного. А может он со спасателем? Не знаю. Почему я его не шотнул. Сейчас узнаем, почему я его не шотнул. Еще разочек стрельну, так же само. Будет видно. Так, 15 килов. Не сказать, что большое количество килов он против играют. Ребята на хоре молотах у них по 16. Да, килов чуть больше, по очкам, конечно, чуть меньше из-за того, что я на диктаторе на саппорт корпусе. Да, ну и вот заодно эта катка будет таким мини-сравнением. Да, что же лучше, харьок или диктатор. Ну, диктатор имеет, мне кажется, больше плюсов. А, он защитники тот человек играет. Ладно, я понял, почему я этого не ваншотнул. Имеет больше плюсов. Например, меня нельзя ваншотнуть. Да, то есть харька можно ваншотнуть. И здесь есть саппорт очки, да. Саппорт очки плюс фулл расходка плюс аптечка дополнительная. Поэтому, ну, я бы, наверное, поспорил. Да, может быть, килов где-то ты можешь больше дать. Но, как по мне, все равно диктатор сейчас в игре у нас имеет большее количество плюсов. И с ним в таких амбаях намного можно эффективнее сыграть. Но это лично мое мнение. Может быть, у кого-то другое. Мамонт хочет меня схавать. Не-не-не, друг. Давай прекращай. Давай прекращай, дружанин. Так. Мэл Вернайф никому раздавать. К сожалению. Некому раздать. Я бы раздал бы. С удовольствием. Но некому, к сожалению. Так, 16-13. Неплохо пока идет каточка. Неплохо. Где-то что-то средненькое. Но было бы неплохо не отдавать точки вообще оппоненту. Хотя бы три под контролем держать. Давайте Увердрайф здесь прожмем. Ваншот был бы. Ой, хороший. 2 900 залетели. Давайте попробуем сейчас накинуть. Ой. А, но он все равно не ваншотает, да? Все равно не ваншотает. Даже с пробитием. Даже со всем, чем он хочет. Все равно ваншот не залетает. Но пока что как-то... Как-то не очень уверенный проходит наш бой, я бы сказал. Да, по очкам хорошо. 20 кило за такую катку для молота. Это хороший результат. Потому что это у нас все-таки не такая уж и приятная карта. Да. Но было бы интересно посмотреть, чтобы показал бы мой молот на маленькой карте. Вот, чтобы было бы на маленькой карте. Мне очень интересно. Сумел бы он там показать прям великолепный, вери вандафолский. О, хороший результат. Пороуший сейчас выстрел. Суперский даже, я бы сказал. Суперский мамонт опять суетит меня. Ой, еще успел добить. 27! Не, 27 за... Я добавил 7 киллов. И это получается, ну, почти что... Почти что за обычную 7-минутную битву. Да, то есть там за 8 минут. Неплохо. Неплохо поет. Хороший выстрел. Хороший залетел. Так, пробуем. Что-то суетнуть. Что-то, что-то суетнуть пробуем. Есть килл. Тиммейт бы какой-нибудь открылся бы. Под меня я бы ему овердрайва выдал бы. Хорошего. Рабочего. Никто не хочет подъехать. Овердрайв никому не нужен. Ой, хороший. Там... Ой-ой-ой, какой же там можно выстрел сочный дать. Хорош, сюда. Еще. Хорошо, еще. Блин, здесь надо просто кучу ловить. Но когда, типа, стоят кучкуются, с большого расстояния у меня с крита просто залетает бомбочка. Вот такая вот, например. Контентовая. Я еще и без бустера наносил сейчас урон. А если с бустером такое наносить, это очень... Это очень больно. Это очень жестко. Очень хороший урон. Туда, короче. Да, диктатор жестче. Диктатор жестче. Намного приятнее, намного комфортнее. Как по мне. Очень хороший урон. Ну и Блондербаз вернулся. Блондербаз вернулся еще жестче. Блондербаз вернулся еще сильнее, чем он был. Он будет показывать еще лучший результат. Офигеть. Просто офигеть. Ошалеть. Ошалеть. Так, 37 килов. Попробуем дать на сколько? Попробуем дать, наверное, на... Ну, на 60. На 60 было бы неплохо, наверное, заехать. Заехать на 60 было бы неплохо. Если 60 дадим, будет супер. 900 очков у меня. 900 у противника на хорьках 700. Да, 700. Нормально еще пойдет. Хорошо, идем. Главное еще катку выиграть. Будет вообще супер. Попробуем сейчас выдать хороший выстрел. Угу-гу-гу. Хорош. Сюда просто. Очень было жестко. Очень жестко. Еще бы такую добавку. Еще бы такую добавочку. Да, такими выстрелами, конечно, и славится этот. Блондербазик. Неплохо. 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 Давайте попробуем что-то еще такое свитнуть. Есть овердрайв. Можно прожимать смело. Хорошо. Еще добавим. Нет, не успеваю. Нарез походит оппонент. Так, у нас три точки под контролем. Трех нам будет достаточно для победы. Можно, конечно, было бы еще какую-то подконтролить. У меня здесь шафт очень жестко страхует, если честно. Если честно, то шафт красавец. Вот это все хочет меня слить. Пори молот. А, и там чел против играет на страйкере с ураном, да? Угу, понял. Страйкер с ураном. Все еще в мете. Тысяча очков. На полторушку идем? Все, идем на полторушку. То это вообще супер. Если дойдем до полторулика. Был бы сейчас крит, но не залетел вообще выстрел. Оу, это что такое? А как меня так минус унуло? Спасибо братанчику за то, что он меня слил. Но я не понял, как я так в минус упал. Такая сильная отдача, что ли, у молота? Очень жестко сейчас было. Так, 57% овердрайва. У нас пока что только две точки под контролем. Это плохо. Это плохо. Надо центр всегда держать. Центр вообще, если честно, удача для нас больше, чем для оппонентов. У нас такая более пригорка. Закрытая. Нашим, например, дальнобойным пушкам проще открываться по центр, чем оппоненту. От оппонента можно просто закрыться, перед стенкой встать и все. Им надо выпушивать прям эту зону жестко. Чтобы забирать. Поэтому я бы, наверное, сказал, что нам попроще было бы ее контролировать. Дал я крит. Дал крит. Дал крит в купол. Так. Чуть-чуть переждем. Постоим здесь. О, хорошо. Так, сейчас уже титана купол пропадет. Можно будет ехать в центр. Надо мамонта сначала сливать. Ой, хорошо. Супер. Мамонта унесли за один выстрел. И еще бы сейчас унести вот этого. Лично. Две минуты. Нам надо сейчас забирать. Да. Было бы неплохо, если Пикинг прожал бы овердрайв. Я ему сразу 50-ку всунул. Процентов. Не хочет? Не хочет, да. Но я бы прожал бы на его месте. Я бы на его месте прожал бы и я бы добавил бы. Не? Это был бы просто правильный мув. Да. Вот такой мув. Вот этого мува я ждал. Не знаю, насколько он большое количество процентов получил. Но это был самый грамотный мув. Который он мог сделать в этой ситуации. Притом, что овердрайв у него точно будет. Еще один до конца катки. Плюс ну. Надо просто держать контроль центра. Ну и стараться не открываться вот под таких толстых моментенок. Которые могут меня унести. Так. Ну и центр под контролем держим. Это будет супер тогда. Если будет центр под контролем. Так. У меня вся расходка ушла на КД. И быстренько харючек сразу тоже врывается. Старается. Так. Но они центр забирают. Это плохо. Это плохо, что они центр забирают. Нам нужно сейчас тоже взветить темп. И сейчас от центрального контроля будет зависеть концовка этой катки. Поэтому было бы неплохо сейчас контроль центра взять. Забираем точку. Остается минута. Нам все, что надо, это просто минуту поконтролить центр. Минуту поконтролить центр. Будет ли у нас контроль? О, у нас даже еще захват Д есть. Ничего себе. Так мы у нас 4 под контролем. Супер. Центр надо сейчас только не отдать. Центр надо не подарить. Харек едет. Харек с кризисом. Жесткий. Так, одного суетнул. 92%. Намная сейчас центр. У нас вроде должен быть сейчас Викинг с Овером. Должен быть Викинг с Овером. 40 секунд. Прямо сейчас намная захватывает центр. Если мы сейчас не захватим центр, то... Это может быть габельная. Для нашей команды. Они забирают Дшечку. Но Д это, с одной стороны, неплохо. Да, с другой стороны, центр проконтролировать проще было бы нам. Намного. Меня Шаф держит на прицеле. Чтобы суетнуть мне овера Так, я хочу дать туда Хороший выстрел, да Контролируем Контролируем, три точки Забираем Еще и Викинга Молот прожимает овер Хорошо Три секунды до конца, еще один выстрел, успею? Нет, не успеваю Победа, хорошая, хорошая победа 10 тысяч кристаллов, почти забираю с катки, 51 килл В сравнении с Харьками Против два Харька по 1100 набили 1300, неплохой результат Для Диктатора, да, Диктатор показал себя Лучше, чем Харек Ну и я вообще считаю, что в виде саппорта Это очень хорошая тема, и видите, сколько Теперь тоже первых мест, у нас 4 первых места За победившую команду Получают по 3 звезды И по 2 звезды получают Ну вот, практически все Да, то есть, раз, два, три, четыре Пять, шесть, шесть мест еще 10 человек получает Хорошее количество звезд Неплохо, неплохо, против тоже 2 первых получают И здесь еще получают тоже по 2 Ну нормально, нормально Сыграем еще одну карточку Сыграем ТДМ, да, как я и хотел Посмотрим, что у нас там Ну, ТДМ-ка у нас теперь на 200 киллов Будет интересно посмотреть, что он нам вообще запикает Какая у нас будет Карта Да, ну и посмотрим, что получится вообще показать Да, потому что первый бой очень хорошо себя показал На Блондербасе чувствуется Что он стал получше Да, эти критические уроны Моментами очень жестко решают И это, наверное, тот Блондербас, который я бы хотел видеть И единственное, что я бы, наверное, сказал Это, если бы у меня был бы Если бы у меня был бы Кризис То вот я считаю Ясно понял, тиммейты у меня хорошие Ну и плюс еще катка, значит Ладно, давайте лучше запикаемся В новую Если бы у меня был бы кризис Если бы у меня был бы кризис Я считаю, что это было вообще просто супер-бомба Прям супер-бомба С ним бы, я думаю, что можно было бы Прям безумно большое количество киллов давать Надеюсь, меня закинуло не на ту же самую карту Да, меня закидывает на другую Но это тоже начатое Ну, давайте сыграем Давайте сыграем Раз уже закинуло Очень много молотов Очень много молотов Ну, практически, наверное, по полбоя В каждых матчмейкинговых этих боях Играют ребята на молоте Да, хорошо себя показывает Резистов тоже от него было Но, наверное, я бы не сказал, что типа эти резисты Там каким-то образом будут жестко спасать Да, если большое количество критов есть Единственное, что может спасти, это защитник И может спасти также броненосец Но на защитнике я, конечно же, не играю А что касаемо броненосца Ну, у меня его просто-просто нету Был бы, я бы, конечно же, его использовал бы И был бы смысл, к слову, приобретение четвертого реза Потому что четвертого реза у меня до сих пор на аккаунте нет Так, нас, если честно, здесь хотят прижимать больше к респу Но я бы, наверное, постарался бы Попробовать поконтролировать Где-то здесь центрик Может даже чуть побольше подпушить Вражеский респ Если все это дело будет получаться То здесь можно будет тоже побольше киллов Всунуть Так, 60 на 67 пока что проигрываем Я думаю, что такие катки камбэкнуть можно Главное сейчас Найти здесь Какую-то хорошую позиционочку для себя И начать Уничтожать оппонента Ну и вообще лучше, конечно, с тиммейтами О, лаксерва С тиммейтами где-то встать лучше Чтобы можно было тоже овердрайва раздавать Типа Здесь от овера диктатора Может тоже Хорошо бустануться Все Ну, наверное, где-то через лево надо разыгрывать Через лево Либо где побольше оппонентов Не знаю, сейчас посмотрим, короче Сейчас посмотрим Вообще мне нравится Левая зона Вот левая зона Здесь на этой карте мне очень нравится Попробуем, наверное, здесь Дальше уже посмотрим Дальше уже посмотрим Что у нас будет получаться Так Ну, вроде сокращаем отрыв Вроде сокращаем отрыв Значит, шанс на камбэк Чина у нас есть Так, надо было сначала, правда, бустера нажать Я бустера не нажал Не будем 30 секунд без бустака играть Где-то тут подцентрик, да Пушит особо Сильно оппонентик Вон, где ты Тут, наверное, тогда и ловить Где-нибудь вот здесь Да Желательно, конечно, кучи Кучи, кучи О, ДДшка Интерная Хорошая А, ну вот Защитник оппонент играет Защитничек Жестко 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 Так 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 Найс Мы уже сравнялись По киллам, конечно, у меня здесь Ну, как-то такое-си Такое-си В цепошке прям как-то вообще летело с кайфом Здесь что-то как-то тяжело пока что Так хорошо не получается Рейспит много Не залетает так прям по красоте Сзади два типа Можно сейчас попробовать их унести Отличный крит На 2000 Добавка Ну и попробуем сейчас еще маму-то здесь унести Нам надо один крит Отлично Крит вылетает Супер Так И по овердрайвам Значит, что у нас по овердрайвам Овердрайвам пока что у меня даже нет И не пахнет овердрайвом Под куполом можно чуть пожить Хорошо, уносим Ну и здесь что-то, что-то центр подпушить Не Не, пока можно через купол сыграть Купол пропадает ДДшка у меня бустерная Появляется Хорошо И давайте сейчас попробуем Если будет тайминг и у меня появится Купол Ой, купол говорю Если появится овердрайвам Можно будет Где-нибудь чуть поагрессивней сыграть Он ставит за нас Мидлоч Мидлоч нагибает А, он там в пате, да? Со своим кланом Понял Так ДДшечку я прожму И вот теперь Мне бы найти побольше оппонента Мне раздают Хороший, критический Критический Моментик Так А вот этого я интересно воншал А, аптеку жмят, я понял Ладно Тарелка бегает от меня Не хочет сливаться тарелка Кладем в центр Раздать бы тиммейту Овер Овер, овер, овер Я тиммейт не дожил Ясно, понял Хорошо Еще Добавить второй? Нет, добавить второй не успею Давайте попробуем сейчас Поконтролить позицию центральную Здесь у нас титаны куполы свои хорошие прожимают Поэтому может быть что-то, что-то будет залетать Ну вот, например, в этом бою Да Например, в этом бою Я уверен вот на 100% Что я бы на Страйкере с дистанционкой Набил бы Уже бы на этот период времени Намного больше киллов Намного больше Да, то есть В таких боях Где противник особо сильно не кучкуется Да Шанса на дистанционочке У меня будет намного больше Да, то есть Я смогу там с определенной позиции Просто стоять на накидочке И наносить очень большое количество урона С молотом Ну, как вы видите Все-таки здесь Где противник особо в кучке Там не стоит Ну, как-то тяжело Как-то, ну, не то Да, и плюс вы видите Что резисты Тоже имеются Хоть и как бы, да С крита большой урон Но есть же и выстрелы Где ты и без крита наносишь Правильно? И в таких уже ситуациях Получается, что Ну, такое Такое, да Не так жестко Не так жестко По итогу Поэтому Есть уже Право выбора Но, как альтернатива Как альтернатива, да И как вы видели Что было на бойне, например, да Молот очень неплох Очень хорош Даже, я бы сказал И если вы, например, не играете На том же страйкере с дистанционкой Да, у вас нету Такой функции Взять страйкер с дистанционкой То вы тоже можете Хороший результат Показывать на этом молоте Так, главное, чтобы титан Сейчас упал Хорошо Прожал В плохой позиции Свой купол Так, ну а мы Стараемся 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 Во-первых Прожимать как можно больше минок Да Потому что нам О, мидвычу Блин, мидвычу не успел раздать Хотел мидвычу дать Пробуем прожимать мины Потому что заданка у нас на мины Пробуем сейчас еще Где-нибудь тайминг Хороший поймать Сейчас бы у меня был Хороший тайминг Очень сильно Не помешал бы Оп Здесь оппоненты Крываются Даем первый Критический Второго Критического уже не будет Подряд А может будет Не крит не залетает К сожалению Так, хороший Две двести Добавки Нормально мини взорвался Так, плюс 10 килов Плюс-минус мы держим Плюс 10 килов Для такой катки Когда мы там сливали В минус 15 Это хороший результат Там есть все шансы Вытянуть Тукаточку Так, сейчас ддшечка Появится Я бы вообще хотел Как-то знаете На вражеском респе Оказаться Но Что-то по таймингам То ли не получается То ли Где-то Что-то Что-то Кучи никакой Нету Либо кучу Каких-то Оппонентиков Поймать Либо вот видите Меня просто Овертип Прожимает Все И все И все И приехал Приехал Йорк Что роботы Поэтому Тдм Чего-то Как-то Ну так Себя Показывает Такси Такси Можно Конечно Поиметь Куда Больший Приход С ЦП Ну с Рэгби Например Того же Который Хотел скатать Я думаю Что там Было бы Жёще Но Тдм Надо тоже Посмотреть Все-таки Сейчас у нас Тдм Играют Все Кто Хотят Выполнить Заданки У нас Заданка На Тдм Ну Поэтому Здесь тоже Надо Хотя бы Посмотреть Что у нас Происходит И Сколько Чего Можно Стуетнуть Так Успел Я слить Это хорошо Ещё Изида Мне хпн Дает О Чел С пробитием Стоит Я вообще Заметовал Что с пробитием Стоит С пробитием Ты его Конечно Жена Тоже Унести Так У нас 24 кило До конца Порушо Порушо 20 кило Пробуем Добивать Тогда Пробуем Добивать Выигрывать Нужно Всё Получаться По Быстрому Пробуем Да Мне трудно Говорить Что здесь По киллам По очкам Потому что Я запикивался В начатую Катку Да Я Не могу Особо Сказать Что там По плюсам Не плюсам Сколько я тут Б мог дать Но это Сами уже Можете Там Подсчитать В зависимости От того Сколько Времени Было Когда я Запикивался Да И сколько Там было Килов Но я Наверное Ой Ничего себе Но я Наверное Сказал Что Что Можно Было Быть Больше Килов Тпшки Там В условной В регле Да Думаю Что Можно Было Больше Суетнуть Килов Здесь Всё Так Но Ещё И Пересеты Карты И Одна Из Самых Печальных Карты В Этом Формате Одну Убрали У нас С Игры Которая Как у Нас Там Называлась Архипелаг Я Бо Эту Карту Если Честно Тоже С Матчмейкинга Убрал Это Одна Из Самых По Мне Не Крутых Карт Матчмейкинги На данный Период Времени Ну Не Замеч Мне Она Точно Не Нравится Если Она Вам Нравится Друзья Напишите Почему Она Вам Обще Нравится Почему За счет Чего У меня Кстати Скоро Уже Двухсот Эта Легендочка 15000 У нас Остается До Легенды Ничего Себя Уже Совсем Скоро Двухсот Кабуда Так Ну Всё Один Килл Или Десять Секунд Вот Видите У нас 200 Киллов Сделали И Получается Что 200 Киллов Как раз Таки Примерно За это Время Набивается Сделал Я В этой Катке 17 Киллов Значит Его Боя Средний Результат Да То есть В ЦП Оказался Блондер Бас Куда Жёстче Куда Лучше Отличная Альтернатива Страйкеру И Диктатора Молот Это Одно Из Тех Вооружений Которое Я Считаю Метовым Да То есть Дико Страйкер И оно Доминирует Да Вы сами Видите Какое Большое Количество Диктаторов У нас Появилось Сразу В игре Как только Мы Начали Продвигать Мету Диктаторов Да Это Реально То Что Сейчас Показывает Очень Хороший Результат В нашей Игре Не знаю Почему Раньше До этого Мы не доходили До этого Мы не додумывались Играли на Всяких Викингах Хантерах И прочих Других Корпусах Оказывается Вся Мета Была Уже Давным Давно Вместе С нами Но Мы Ее Не Одевали Мы Ее Не Продвигали И Мы Ее Не Видели Не Видели А для Того Чтобы Ее Увидеть Всего Лишь Нужно Было Вернуть Старый Добрый Тов ДТ И Сразу Увидеть Этот Хороший Качественный Нагибаторский Диктатор У меня Друзья На этом Все Поддерживайте Видос Лайком Подписывайтесь Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока